Профессиональная сцена Тетриса не была бы такой маскулинной без Кориана. Девушки сразу обращают на него внимание. Он японец, но ник у него Кориан, то есть кореец, потому что он альфач. Ему приходится прикрывать бедра, иначе... Ходзи не сё, Кориан, 42 года, программист. Ни разу не был в финале, и сейчас он заходит на полуфинал турнира по Тетрису 2019 года. Да, выйдет ли он в финал здесь? Он играет против Эйдена Джерди под ником Бэтфой, который победил того мега-ретромена, который победил Джонаса. Ну ты, парень, зря меня победил, сейчас ты не поздоровится, мальчик. Чё ты там сказал, а? Не, не, всё нормально, я просто ему на пальцах показываю, сколько очков он заработал. Этот молодой человек сейчас сразится с Корианом за право выхода в финал турнира по Тетрису 2019 года. Одно из самых масштабных и пафосных событий гиберспорта. Дю, вон, Тетчуус! Что? Начинается первая игра! Эйден Джерди. Ну типа, жерда, жердочка. Слева сидит парень под ником Бэтфой. Что значит Бэтфой, я не знаю, это как типа Бэтбой. Только летучая мышь Фой с лисой. Начал играть в Тетрис, вот этот на Денде который, 8 января 2018 года. Да, и возможно, эта дата войдёт в историю. Но посмотрим, войдёт ли он в финал, где будет играть против Джосефа. Тоже молодого парня, не знаю, видите, какой парень скромный. Он даже вызывает симпатию, ну не даже, а это нормально, что он вызывает симпатию. Да, да, говорит Карен, да, мне тоже сразу понравился. Но мне придётся уничтожить тебя, говорит Карен. Я сделаю это с улыбкой. С улыбкой самурая! Внимание, ребят, я в этом видео разыгрываю. Лично я, не реклама, не перематывайте. Лично я разыгрываю копию игры Outer Worlds в Epic Store. Это просто ключ, диджитал, лицензия. Outer Worlds это игра от создателей Fallout New Vegas. Вышла новая RPG с видом из глаз. Она отличная, лично я в неё уже сам играю. Вот, пруфы. Чтобы принять участие в розыгрыше, может победить абсолютно любой. Нужно оставить комментарий под эти видео на тему видео. Только не в смысле, что ой, я хочу получить Outer Worlds и всё. Нет, на тему видео это про Тетрис, про Карена. Пожалуйста, напишите любой комментарий. И в течение недели, 5 ноября, будет розыгрыш, видео будет на этом канале. Так что смотрите, если сейчас до 4 ноября, 4 ноября включительно, оставляйте комментарий, вы участвуете. 5 ноября будет уже розыгрыш на канале. После этого комментарий уже не участвует. Ну, можно писать. Просто меня порадовать, так сказать. Бесплатный Outer Worlds, любой может принять участие. Пишите комментарий. Так, внимание. Первый раунд, да, Бэтфой уже показывает себя не очень хорошо. Возможно, он волнуется или что. Ну, как мы видим, он может упасть. Ямочки на его щеках очень, ну, я хотел сказать, привлекательные. Но мало ли скажут, что это звучит как-то крипи и жестковато. Ну, парень, откровенно говоря, вызывает симпатию. Да, действительно, он скромен, он очень немножечко зажат. Видно, что первый раз участвует в турнире Карен, однако, тоже особо не шевелится. Хотя, если наблюдать за скоростью его движения пальцев, то не сказать, что он особо не шевелится. Нет, ну, очень быстро, но, как мы видим, спокоен. А вот Бэтфой, конечно, нервничает и улыбается, чтобы эту нервозность, возможно, немножко сбить. Но играет круто. Я так думаю, ребят, если мы его увидим в следующем году, да, когда у него нервозность спадет, он же все-таки первый раз сейчас, он может вообще рвать и метать. Ну, может быть, он и сейчас попадет в финал, кто его знает, Карен все-таки, извините, старенький. Про Эйдена, кстати, который Бэтфой, что могу сказать? Он не гипертапер, понимаете? И это играет против него. Он молодой, да, молодые сейчас все гипертаперы. Ну, например, Дэн Кузи, ну, Джозеф, естественно, Бэтфой, вот он не гипертапер. Он просто, ну, как мы видим, зажимает влево-вправо и все, видите? То есть на его руки даже нечего смотреть. Они как будто заморожены, они как будто немножко приторможены. Вот засуха пошла, засуха. А что ему засуха? Ему палки не нужны все равно вставлять, некуда. Вот Карен говорит, да, да, мне нужны, да, давайте мне получишь палки. Фигурки у них одинаковые. Мало ли, кто не знает, просто напоминаю, фигурки падают абсолютно одинаковые. Поэтому здесь идет на скилл, не на рандом, а на скилл сражения. Кто лучше распорядится теми фигурками, которые у них упадут? Ну, у Карена тоже сейчас ситуация какая-то не очень. Кстати, про Карена недавно узнал такой факт. Ай, девушка, опять в шоке от обаяния Карена, смотрите. Карен говорит, естественно, я уже привык к этому. Так вот, это все из-за того факта, который я недавно узнала. Карен. Карену принадлежит рекорд мировой по очкам в Тетрисе. Миллион двести семьдесят три тысячи. Видите, сейчас у него очков двести шестьдесят девять тысячи. А он доходил до миллиона двести семьдесят три тысячи. Даже Джозеф пока не побил этот рекорд. Ну, Джозеф в курсе об этом рекорде на ютуб-канале Карена. Но он писал, мол, ох ты, нехраняйся я, говорит, побей этот рекорд. Ну, побей, побей, мальчик. Карен, ты сорок два года, он малый человек уже опытный. Он не переглядывается, смотри, так посмотрел на него, ох ты, посмотрел в ответ на него Бэтвой. Как он почувствовал? Неужели Бэтвой малой хакер? Или он робот вообще? Ну да, действительно, его такая невыразительная мимика и, ну, общая замороженность позволяют подумать о том, что он робот, конечно. Нет, говорит, не робот. Парень действительно стесняется. У Карена проблемы какие-то, а? Какие-то проблемы у него там, черные точки появляются. Он опять смотрит, ну, вытирает руки. А, все, руку он вытер. Сейчас пойдет, круто все. Бэтвой делает Тетрис. Между ними сорок пять тысяч всего лишь разницы. Нормально. Если Карен помрет, ну, я не имею в виду, что в зале прям помрет. Хотя это возможно. Он всегда играет, как мы с вами, ребят, ранее узнавали. Он всегда играет на грани сердечного приступа. Поэтому если прям здесь, ну, не скажу, что я буду удивлен. Но расстроен это точно. Так, у Бэтфоя засуха. Карен ее, видимо, преодолел уже, что ли? Карен ушел уже вперед. Засуха Бэтфоя, правда, прекратилась. Засуха это когда нет палки. И когда появляется красное число, вы увидите в оформлении этого стрима, видео. То есть красное число, сколько фигур не было палки. Это типа засуха называется. По-моему, это не я придумал слово засуха. По-моему, оно и на западный манер тоже называется дрот. Ну, то есть дрот это засуха по-английски. Вот он еще кидает Тетрис. Молодец. Сколько всего Тетрисов в процентах? 56% у Карена. Он так аж вздыхает. И он устал, что я его обсуждаю. Его тактики, стратегии говорит. Бэтфоя же может услышать. Вытирает еще одну руку. Вторую руку уже вытирает. Но у него все равно. 16 фигур засуха. Все, пришла палка. Кстати, в том видео, где он играл против Джозефа. Ну и на турнире. Это была их типа месячная встреча. Месячные турниры. Еще есть такие в Тетрисе. Месячные турниры есть также и в жизни. Но такие кровавые довольно. Такие бои там происходят. А вот месячный турнир в Тетрисе. Карен с Джозефом встречался. И, блин, я уже забыл, о чем я начал говорить. Жесть. Ну, ладно, ладно. Действительно, я, ребят, забыл. Перезаписываю. Я же одним дублением все пишу. Немножко стыдно. Стыдно ли мне? Да, заставочку, пожалуйста. Пошли другие скорости. Карен дерзкий и быстрый. Молодец. Он вошел в ледяную скорость. Бэтфой также за ним. Ну, Бэтфой, смотрите, у него по очкам уже 109 тысяч. Видно, что стесняется. Как в прошлый полуфинал мы смотрели против Джозефа. А Джозеф играл увереннее. С эстратой. Он уже знал, что делать и как. А здесь. И там его оппонент Ден Куз. Ден Кузи. Денчик. Стеснялся как будто бы. И поэтому сжигал по стих потихонечку. По одной линии сжигал. Лишь бы остаться в живых. У меня такое ощущение, что Бэтфой делает так же. А может и нет. Но, по крайней мере, он не умирает. Скорости высокие. Сейчас очень высокие. А он не гипертапер. В отличие от Диггиса. В отличие от Карена. Он не гипертапер. Он все равно выживает. Молодец. Карен опять вздыхает. Что-то у него там неладное. Может, все неудобно. Может быть, знаете, как бывает у тебя песок в этом. У тебя песчинка в ботинке. А вот тут у него песчинка может быть в штанах его мешает. Кто его знает? Он такой смотрит на Бэтфоя. Смотрит. А, он смотрит. Не проиграл ли Бэтфой? Как близок Бэтфой к проигрышу. То есть Карену побыстрее бы встать уже и уйти отсюда. О, видимо, куда-то торопится. А, он торопится, наверное, навстречу с той симпатичной девушкой из зала. Да, которая ему глазки строила. Ну, я не могу винить в этом Карена. Он такой, блин, Тетрис или вот... Или мое давнее увлечение женщиной, говорит. Тетрис или женщина? Хрен его знает. А пока что идет в пользу Тетриса. Но видно, что он спешит уже сбежать из зала. Ну, Бэтфой спешить некуда, как мы видим. Он может хоть всю жизнь посвятить разбору этих завалов из фигуры. И завалов у него, завалы огроменные. У Карена все ровно пока что. Черных точек нет. Сжигает, но все правильно. 150 тысяч между ними. Разница по очкам. Я думаю, Карена травм забирает. Да, он говорит. Еще одну палку кидает. 42 года палку он кинул для его возраста. Сегодня уже крайне большое количество. И он не останавливается. Он достигнул, как я понимаю. Хотя, смотрите, Бэтфой таки разобрал. Он разобрал это все. Если Карена сейчас умрет, нет. Ни хрена он не разобрал. Господи, он для палки проход почему-то закрывает. Зачем я вот этого не совсем понимаю? Ну, может быть, у него своя тактика. Он ее придерживается. Но даст ли ему это что? Даст ли ему это результат? Не знаю. Вот, смотрите, для палки проход закрыл. И она следующая же у него была. Его пришлось кидать не в ту сторону. Зачем? Мы переходим на астероидно-магматическую вулканическую скорость. Смотрит на него Карен. Когда же этот парень сдохнет уже? Карен, возможно, между играми хочет куда-то сходить. Ну, типа, стряхнуть лишнее. Он такой, да-да-да, хотелось бы уже сбросить лишний вес, говорит. Много мне в него накопилось. Зря я выпил эту коуля. Ну, в Америке. Если ты в Америке. Как же не пить соуда и коуля, правильно? Там же это местная традиция, я так понимаю. Палку нужна, палка. Да, кидает палку Карен. Карен, 250 тысяч уже разница между ними. Я думаю, что пора уже Карен забирать. Если Карен сейчас умрёт. Ну, ему уже пора бы. 860 тысяч. Он, конечно, может дойти до миллиона двухсот. Оф, ты как, палка хорошо кидается. Рандом пока что ему благоволит. А вот сейчас, сейчас геобразную ему надо, да. Нет, палку уже надо. Давай, кидайся. Нихрена себе, как, как, как хорош рандом Карен сейчас, а? Ну, ровно те же фигурки будет. А, нет, он решает прекратить играть. Он говорит, давай, господи, господи, как же он себе там трёт полотенчика, смотрите. Настоящий альфач, не стесняется. Он говорит, смотри, Маусфока бей, что я делаю прям при тебе. Что ты мне сделаешь? Батфой такой, я ничего вам не сделаю, дядюшка Карен. Эй, Пискарен. Чё, а вы можете рассказать мне после турнира потом, как делать, чтобы девушки так же западали? Да. Хорошо, спасибо. Начинается духовная подготовка ко второму раунду. Ребята пытаются справиться с эмоциями. Соревновательные игры по Тетрису в удовольствии весьма специфичные. Да. Тут есть и челлендж для реакции, и проверка на нервы. Но вот только зрелищности не хватает. То ли дело в танках. World of Ducks по уровню зрелищности некоторых особо напряжённых боёв заткнёт за пояс даже голливудские блокбастеры с их киношными взрывами. Здесь-то всё почти как в жизни. Потому что ты реально ощущаешь технику, которую управляешь. Потому что ты сам её прокачиваешь и кастомизируешь. Практически выращивая экипаж крутых танкистов. А какие невероятные кульбитые тактики здесь можно вытворять, если скооперироваться с друзьями. На просторных полях танковых баталий места хватит всем. И любителям рашить с первых секунд. И знатокам кустарных стратегий. Ну и конечно в танке по-прежнему можно играть совершенно бесплатно. А новички, которые заведут новые аккаунты по моей ссылке в описании, получат дополнительные плюшки в виде недели премиум аккаунта, танка Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов. Второй мега раунд начинается, ребят. Кто перематывал, немедленно перемотайте обратно и посмотрите полностью. Иначе как же вы узнаете новую мега информацию? А пока они разыгрывают со самой первой линии анекдот. На приеме у терапевта. Ну такой врач мало ли кто не знает. Сейчас же люди все в цифре сидят, такие не знают. На улицу-то не выходят даже. Ну и как-то я по себя говорю, я-то редко выхожу. Так вот, на приеме у терапевта врач такой. Это я просто погуглил. Короче, пациент говорит, доктор, а по правде говоря, я не верил, что вот лекарство вы мне выписали, что оно поможет. Но оно помогло. Вы просто волшебник, доктор. А терапевт такой, ну вообще волшебник-то это аптекарь. Потому что я вам по ошибке дал тот благ, на котором ручку расписывал. Крайне смешно. Кому не смешно, тот соответственно. Ну сноги, бич. Ребят, напоминаю вам, что сейчас идет конкурс. Я лично, лично я не реклама, лично я разыгрываю ключ от игры Outer Worlds. Лицезия в Epic Store. Вы можете его забрать себе. Это просто ключ. Забрать себе, подарить другу, продать. Ну не знаю, да, да, продать мне, продать. Ну, карен он, видимо, из этих бывалых. Так вот, можно продать, что угодно с ним делать. Главное, написать комментарий под этим видео до 5 ноября. 5 ноября будет розыгрыш. Просто рандомный комментарий под этим видео. На тему видео пишите только комментарии. Не в плане, что, ой, дай мне Outer Worlds, я хочу получаться. Не, просто на тему видео. Ну, может, вам оно понравилось, не понравилось. Что-нибудь про Бэтфоя напишите, какой он, извините, няшка. Ну, вы только посмотрите. Ну, действительно, ну, он няшный, няшный. На самом деле, парень вызывает симпатию. Единственное, что, когда посмотришь на его руки, вы смотрите на его руки, да? Они такие медленно. Вы такие, ты что, замедлил видео, что ли? Посмотрите скорее, ну, как он там задергался. Нет, ребят, я не замедлял. Ну, действительно, не гипертапер. Вот он, видимо, так играет. Хотя, когда мы смотрели на руки Джонаса в 2017 году в финале против Джозефа, когда он играл, у него там как будто как-то руки-то двигались. А Бэтфоя такой, ну, может, налево, может, направо. Мам, а что сегодня? А, опять крылышки, да, из пачки, мам? Спасибо, мам, тебе, что ты такая хорошая разогрела мне крылышки, мам. Примерно вот так он, по жизни, возможно, идёт. Но это позволяет ему не терять концентрацию в Тетрисе. Вот, я, ребят, я уже забыл, напомню я про Аутер Уолст или нет. Не, я помню, что напомню, всё ли рассказал. Ну, короче, крутая РПГ создателей Нью-Вегас, Вид из Глаз. Вы такие, рекламируешь это? Да не рекламирую я её. Блин, если бы была реклама этой РПГ, то она была бы одна в видео, понимаете? И были бы какие-нибудь вставки оттуда и прочее. Ну, хотя пруфы-то были. Ну, в общем, ладно, ладно. Просто что тут сказать, пока они разыгрываются? У всех всё ровно, смотрите по деталькам. Пишите комментарии. Я просто говорю, так к чему? Возможно, если будет много комментариев на видео, это для Ютуба будет хорошо в плюс. Это типа стимулирование такое получается аудитории. Рандомный комментарий. А, и лайк поставьте. Ребят, кстати, блин, забыл, забыл. Лайк, лайк надо поставить точно. Да. То есть кто поставил лайк и написал комментарий на тему видео, рандом между ними будет розыгрыш. Розыгрыш там по какому-то сайту, который выбирает рандомный комментарий. И это не мой сайт. Мы по нему разыгрывали на стриме уже Borderlands 3. Вы же успешно разыграли. Вот. Извините, что я всё про розыгрыш и до розыгрыш. Но здесь, видите, всё ровно. Кстати, между ними даже разница по очкам-то небольшая. Потому что, ну, у Бэтфоя тоже тетрисы хорошо попадают. Потому что всё ровно. Рандом сейчас идёт хороший для них обоих. Ну, потому что фигурки-то одинаковые. У Бэтфоя есть шанс. Хотя, когда они перейдут на высокие скорости, там возможности как-то, извините, вопухнуться будет очень много. А также возможности показать то, что Бэтфоя не гипертапер. А он всё-таки не гипертапер. То есть будет много возможностей ему лохануться, извините за такое просторечное слово, лохануться за скоростью движения фигуры. Кориэн-то их двигает гораздо быстрее. Правда, пальцы у него устаёт. Как у него пальцы несут, я не знаю. Но, как видно, пальцы у него мускулистые. Вы такие, как это, мускулистые? Какие мышцы? Да, говорит, да, кориэн, мускулистые. Это мускулистые, ребят, мало кто знает. Но по древним сёгунским трактатам было известно, что лишь тот, кто поддерживает бусина, кориэн такой, да-а-а-а, кто поддерживает бусина в себе и поддерживает древние дыхательные тактики, а также мастера тетрискультур. А как известно, Россия давно связана с Востоком. Ну, короче, вы поняли. Да, это была мега-шуткин. Продолжаем смотреть. Так, ну чё, у Карина всё ровно, у Бэтфоя вот не всё ровно. Али, поставь, поставили, как Бэтфоя поставил. Отузеобразный, молодец. Карина, аж напрягся, такой. Действительно, скилл, то Бэтфоя, может быть, и есть. Может быть, первую игру он мне просто отдал. Может быть, первую игру он долго загружался, как старый компьютер, который на последних щах. Вот вы его включаете. Там ещё Windows XP стоит. И он такой... А ты такой, загрузись, пожалуйста, загрузись. Он такой, ну зачем я тебе? А ты такой, только на тебе. Играет оригинальный там какой-нибудь, да этот... Ну, типа старый Kings Bounty какой-нибудь, 90-х лохматых годов. Карина, достал уже играть, комментируй меня. Ну, Карина, чё тебе комментируют? У тебя всё ровно. Вот у Бэтфоя, да, у Бэтфоя не очень. Карина такой смотрит. Да, неправда у Бэтфоя не очень. Ну, это, видимо, его и радует, расстраивает одновременно. То есть Карин, человек взрослый. Я уверен, что он как за этого парня болеет. Ну, потому что всё-таки, ну, молодой парень, тинейджер, ему сколько лет? Ну, ребят, я даже не думаю, что ему 19. Это реально, это 16 лет, парню. Может, даже 15. Всё-таки, да не, не 15, больше. А как же акселераты американские? На американских этих фаст-углеводах. Он пошёл, опа. ПААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА". Blin, вы заметили. Древние бустиновские тактики Карина. Они слоу-м о вызвали. И даже во мне. Блин. Кстати, ребят, кто из будущего? Кто в будущем? Там, 4 ноября. Сейчас пишет комментарии под видео, чтобы участвовать в розык Шаутер Уорлз. Чёрт, там, ноября тоже можно писать. Если 5 ноября, ребят, можно уже. Ну, можно писать, но в 5 ноября уже розыгрыш сам будет. Вот. Карен, поговори. Карен хочет его перевернуть, используя. Ты про альфу. Он всасывает в себя время назад. Нихрена себе, бетфой, такой сидит Карен. Карен, я знаю, что это ты. Что ты делаешь, Карен? Говорит, заканчивай. Карен такой, ладно, ладно, заканчивай. Но он отмотал время назад. Блин. Это когда я начал говорить про время. Карен показал, что он тоже в курсе. Так вот, ребят, кто из будущего? Напишите, как там с биткоином. Ребят, чтобы я сейчас, я видел, это пока буду заливать. Но я его солью. Сегодня проверь комментарий. Напишите, куда он пойдет. 29 октября сейчас. Где он 29, 30? Какие цены были? Напишите, пожалуйста, чтобы я смог это использовать. Кто напишет, тому двойной шанс выиграть Outer Worlds. Ну, а, ну, короче, ребят, подмигиваем, да, подмигиваем. Мне Карен поможет потом темпоральный фугив. О, он поставил не туда себе обратно. Или туда, я думаю, туда. Я думаю, это он специально поставил. Но сейчас ему нужна палка уже левее. Так, у Бэтфуа, сейчас все ровно. А вот у Карена не очень. Между ними, правда, разночтение 94 тысячи очков. Хм, нормально, блин, у Карена все как-то разваливается. Подожди. Темпоральная фуга, неужели? Высосало из него все? Все? Да, говорит, он высосал из меня все силы, да. Ага. Ребят, потому что он, тот, кто написал про биткоин. Спасибо большое, что будет 30 октября. Карен-то использовал, смотрите. Он использовал все свои силы, чтобы мне передать эту информацию про биткоин. Из будущего, прошлое. И ему на Теддесе не хватило. Блин, Карен. Коти, спасибо тебе большое. Но этот раунд. Походу, ты все. Он такой, да что не сделаешь ради все-таки профессионал. Да, это правда, заставочку. Так, но. Есть еще, правда, вопрос. Бэтфой, сможет ли он заработать здесь 37 тысяч очков? Ну, по идее, должен. Все-таки 30 тысяч очков не так и много. В прошлом раунде они дошли уже там до 800 тысяч очков. И даже больше. Сейчас только 700. Не так уж здесь и тяжело. Может, наверное, разобрать. В принципе, вот сейчас пошел на астероидную скорость. Ему осталось сколько? Пару-трисан. Палку-палку кидай, да, все. Аплодисменты ему делает Карен. Счет 1-1. Да, Бэтфой действительно может. Бэтфой может. Он не так-то просто, не лохотрон какой-нибудь. Извините, ребят. Это насчет конкурса. Я понимаю, извините. Я понимаю, что сходу конкурса всем уже надоел. Прошу прощения. Давайте, я постараюсь сосредоточиться. Одинаковые фигурки. Как они ставят вначале? Так, одинаково. Так, одинаково. Так, одинаково. Одинаково. Не одинаково. Карен такой. Смешно ты там говорит. Похрюкиваешь, комментатор. Типа. Не нашелся. Сказать. О, смотри, сразу засуха у них в самом начале. 16. 17 фигур уже засуха. Карену надо поджигать. Кстати, Бэтфой поджигает. Бэтфой поджигает. А Карен ждет. Ну, дождался. Дождался. Вот, палки. Молодец. Итак, анекдот. Приходит мужчина. Ну, такой интеллигентный. Рефлексирующий мужчина. Начитанный. Воспитанный. Приходит домой. Видит. А жена у него голая по квартире. Расскаживает. Он такой. Дорогая, ты что делаешь? У тебя разве нет платьев? Открывает шкаф. Вот же смотри. Белое. Вот синий. Вот красное. Пиолетовое. Вот платье. А, здравствуйте. Вот зеленое. Смешно, да? Кто не понял, типа в шкафу кто-то сидел. Поэтому смешно. Мало ли кто не понял. Я просто объясняю вам анекдот. Извините, ребят. Одинаковые все эти фигуры иногда у меня вызывают сомнений вообще. А что сказать? Что сказать? Да, говорит Карен. Все одинаковое. Одинаковое. Согласен с тобой, Карен. Там, кстати, вы заметили? Очень приятно, когда игрок вообще тебе помогает комментировать. То есть Карен столько раз мне уже сегодня отвечал. Бэтвой. Слушай, Бэтвой, ты как? Бэтвой. Эй, Бэтвой, ямочки, покажи Бэтвой. Ну, покажи, пожалуйста, Бэтвойчик. Блин. Ну, Бэтвой застеснял я его. Застеснял. Ну, ладно, он покажет ямочки чуть-чуть попозже. Тогда, наверное, когда мы не будем на него смотреть, тогда он их покажет. Вот, показывает, показывает Бэтвойчик. Нет, убрал. Ну, вот видите, когда внимания на него обращаешь, он, ну, стесняется парень. А Карен такой, о-о-о-о. Бэтвой аж вздохнул. Видимо, я его сильно задолбал. Здесь такое, как приятно, когда все-таки игроки реагируют на мои фразы. Не так одиноко себя ощущают. Потому что, ну, когда на дидаку фигурки смотришь, опять засуха пошла у Бэтвой. А у Карена, а вот она сейчас у Карена. Бэтвой немножечко вперед уходит. Видите? Судя по засухам. Карен такой смотри. Что это, Бэтвой-то, вперед ушел? Может, блин, надо темпу немножко добавить? И добавляет, блин, как он поставил геобразную. И эту еще геобразную немножко не повезло. О, нет, закрыл проход для палки. Зря. Он ошибся. Впервые. Это первая ошибка, что ли, за сегодня от Карена? Подожди, неужели Бэтвой сейчас будет 2-1 забирать? Карена. Смотри, улыбается Бэтвой. Так, да, вот здесь я могу емочки показать. Смотрите, смотрите. Вот, правда, сейчас пропадает, потому что я обратил на них внимание. Ему нравится то, что Карен ошибается, блин. Карену долго это разгребали. Вот сейчас палка. Куда ее ставить-то? Ну, пацаны, пацаны, квадрат. Куда? Ох ты, как он там повернул, видели? Отбатайте, как он там повернул, ну, Т-образную. Отматывайте срочно, блин. Вот это жесть. Но сейчас у Карена действительно хреново. Бэтвой, неужели Бэтвой заберет у него 2-1? И будет там 3-1-то на счет. Карен ни разу в финале не был из-за своих ошибок. Ох ты, как он сейчас круто повернул, а? Карену надо брать себя в руки. И я не ожидал. Я думал, что у Бэтвой шансов никаких нет, судя по первому раунду. Нет! Карен такой, есть, есть у него шансы. Смотрит, да, у Бэтвой есть шансы. Бэтвой только лишь глазками моргает. Слушайте, у меня такое ощущение, как будто у него тушь на глазах, а? Немножко подведены глаза. Вы посмотрите на Карену, у него туши явно нет. У него и ресниц-то нет. Все выпали от нервов. Ну, что в Тетрис играет? Это одни нервы, господа. Так, у Бэтвой, правда, складывается пока там не очень. Ну, слушайте, сейчас еще 77 линий у него до скоростей долго, до повышенных. Он может это разбирать еще очень долго. Но Карен-то разобрал. Сейчас у него все хорошо, может ускоряться. А вот Бэтвой, Бэтвой тяжело, да? Эм, согласен, да, согласен, Карен. Спасибо, что согласен, Карен, очень приятно. Ку-ку-ку, извините, Кодзи. Можно я тебя буду называть Кодзи, Карен, можно? Не совсем нравится, да? Ну, хорошо. Карен, видимо, уже немножечко кринжует от моих раз. У Бэтвой, кстати, он постепенно разбирает свою башню. Вот Карена башня встает все выше-выше, надо его поджигать. Три сжигает. Слушайте, ну, когда три сжигаешь, нормально, да? Три сжечь, ох ты, он раздыхает от облегчения. Три, когда сжигаешь, хорошо. О, я, блин, ставит Кодзи, правда, не очень хорошо, не очень хорошо. Сейчас вот ему нужно поджигать. Ой, еще проход для палки, еще больше закрывает. Три фигуры уже там поджигает, еще проход поджигает. Вот она, палка пришла, еще две палки. Две палки подряд пришли, и он не смог их использовать. А Бэтвой эти две палки, вот он только сейчас их поставил. Ставит их довольно ровно. Опять мы видим то, что Карен играет на грани ошибки. Ну, то есть не сказать, что он сейчас вот прямо ошибся. Ну, как он сделал в этом же раунде, в третьем раунде, как он сделал до этого, он ошибся. Сейчас не то, что сильно ошибся, но ошибается постепенно. Ты проход справа от палки до сих пор закрыт. У Бэтфоя все хорошо, сейчас палка к нему придет. Вот она, палка. Он сжигает одну линию. Одну линию зря, наверное, сжег. Но я думаю, очки ему не важны. Ему главное выживать, судя по его тактике. Такой более консервативный. Карен более агрессивен. И Бэтфоя молодец. Мне нравится, как он играет, следим за его фигурками. Его очень пристал. Карена тоже все ровно. Ой, у Бэтфоя, кстати, как-то не ровно. Почему он квадрат ливии не поставил? Да, не хватило скорости? Или он задумался о той девочке? Кстати, и девочка, она такая была. Да, говорит, Карен. Да, это моя девочка. Что ты про нее говоришь? Которая, помните, в начале видео-то я показывал. Которая делала знаки внимания Карену. Или Бэтфою. Так вот, там она, по-моему, она была азиатка. И она была в видео, где Карен играл против Джонаса в Гонконге. Шоу-матч был. Помните такое видео у меня было? Там она вроде тоже была. Вроде как она, она азиатка, китаянка. Но мне тут написали в личке один молодой человек. Он мне написал, что, мол, так она же латина. Она латина. А вы такие, как это тебе в личке они писали? Писали, писали. И просто некоторые сцены из этого ролика, из своих роликов, я периодически высылаю в фокус-группе. Ну, например, понравится ли какой-нибудь прикол монтаж. Или не понравится в фокус-группе. Отсылаю. Мне пишут. Да, говорят. Ну, типа, шо сказать. Норм и все. Ну, я сразу понимаю, что значит извитие говно. Ну, а что поделать, ребят? Как вот могу? Как могу, так и делаю. Я же не могу выше головы прыгнуть. Кто-то скажет, а кто-то может? Ну, кто-то может, да. Ну, я вот, соответственно, скромничаю очень сильно, ребята. Обратите внимание, что я очень скромный. Поэтому лайком это надо поддержать. Лайком и подпиской. И комментом. Гарем пошел в джунглевые. В заросли какие-то пошел. В заросливую скорость, я имею в виду. Ох ты, закрывает проход для палки. Зачем? А если бы палка попалась? А? Опа! Сжигает. Молодец. Мне нравятся такие мувы. Но если бы палка попалась, опять была бы от него ошибка стратегическая. Нет, не стратегическая. Тактическая. Стратегической ошибкой было бы от него, если бы он пришел без банданы. Кстати, я еще, ребят, вы, наверное, удивились, почему я до сих пор не упоминал его бандану. А я, честно, не знаю, почему он пришел без банданы. Я надеюсь, что он не лысеет. Честно вам скажу. Вот я сейчас уже не прикалываюсь, потому что он впервые без банданы. У него роскошные волосы, огроменных размеров шевелюра, как вы видели на предыдущих моих видео про него. Огромных размеров шевелюра на голове имеют. Сейчас, видите, он что-то начал сидеть, она была черная. А, может быть, он, типа, не было времени подкраситься, так он не хочет покалываться седым. Я не знаю, но почему-то вот он в бандане. Я надеюсь, у него все хорошо со здоровьем. Потому что, знаете, бывает, типа, химиотерапия, так там лысеешь, и люди ходят в банданах. Но, не, ну, волосы-то есть какие-то. Может, у него какая-то странная борода. А-а-а-а! Его, наверное, Джозеф. Блин, Карел такой, не рассказывай, да не рассказывай ты про это. Я понял, Карел. Не буду рассказывать. Нет, я расскажу. Джозеф, наверное, или Джонас. Джо, а, Джонас, да? Его бритвой, наверное, полоснул по центру. У него прям по центру. Вместо ирокеза у него выбрит, а все на лысо. Карел не совсем доволен, что я рассказал. А вот Бэтфой понравилось, да, Хохма? Продолжая с мега скоростью 190 линии уже. 69 тысяч у них разрыв. Это после того нового, после недавнего Тетрица, который забрал Бэтфой. Карел, ну вот сейчас Бэтфой забирает себе этот Т-38 тысяч. Сейчас еще одну палку Карел забирает. Будет ли Бэтфой готов к этому батарею? Нет, не готов. Видите, эта же палка у него пошла налево. Разрыв по очкам усугубляется. Ой, Бэтфой, все, плохие выборы делает. Плохие, у него почти черные точки. Все выше и выше, у него делается стак. Стакан. Кстати, вы знаете, что слово стак в английском, это от русского слово стакан. А вы не знали? Конечно, у меня можно и английскому языку научиться по моим видео, ребят. И не то, что можно, а даже и нужно, потому что все-таки культура. Хотя, кто-то предпочитает учить японский из-за аниме, там, хентай и прочих вот этих высококультурных вещей, которые любой уважающий себя интеллигент смотрит, знает и любит, и разбирается. Так, Бэтфой-то разобрал, а слушайте, поверьте, пока я рассказывал про всякие вот эти культурные вещи, минутка культуры на моих мега-видео, Бэтфой-то разобрался, ему две палки нужны. Две, ой-ой-ой, одну, ой, фу, закрыл проходя мег-палок, нет, Бэтфой! Карен согласен, говорит, да, сам себя закапывает, говорит Бэтфой. И Бэтфой закапывает, нет, Бэтфой ушканул. Буквально пара плохих мулов, и даже в конце мега разворота т-образных не спасли его. 40% у него Тетрисов, 77 палок всего он кинул здесь. У Кайгокн успел в конце даже палку кидать, он такой, yes! Какой у него процент Тетрисов? 47% больше. Смотрите, 83 палки, аж, а? А сколько дальше он ушел от Бэтфой? На 660 тысяч очков, это на уровне Джоуса лет 5 назад. А, вот в чем я карен, такой, вот моя палатинчика, говорит, с Сонником, оно помогает мне. Бэтфой такой, блин, ну в следующий раз, может быть, я тоже с таким придом, тоже с таким. Так, карен, чуть-чуть устал, нужно глюкозы, спасибо, говорит. Сейчас глюкоза ему даст сахарку в печень, ему по печени зарядит, ему гликогенов туда больше энергии будет. Но энергии-то он, как мы видим, очень много тратит все-таки на его движение пальцами. А Бэтфой, он действительно в анабиозику. Ну что, Бэтфой, ямки показываешь? Показываешь? Опять стесняется, пропадают ямки. Это я Бэтфой специально, чтобы проверить, как ты меня слушаешь или нет. Вижу, что послушаешь, как дела у корьяна происходят. Так вот, анекдот еще один. На совещании, значит. Нам, наверное, надо в стране ввести пособие победности. А, да, а в какой сумме? Да причем есть сумма на какую-нибудь брошюру, памятку, пособие победности. Очень печально. Еще один анекдот, ребят, подлиннее, потому что это уже какой-то даже не смешной был. Вы уверены, что хотите удалить папку D-Temp? Да. Но в этой папке хранятся файлы. Вы уверены, что хотите удалить? Да. Но удаление этих файлов может повлиять на зарегистрированные программы. Мы все еще уверены? Да, да, да. Но эти файлы могут использовать за систему. Уверены? Да иди на эту сраку! Заорал отмены, нажал отмена. Windows подумал. А-а-а, испугался. Не знаю, ребят, по-моему, было смешно, когда я этот анекдот читал, ну, чтобы отобрать его для каста. Но сейчас, когда зачитывал, думаю, что-то как-то уже, уже идет так смешно. Ладно. Лучше всякое, чем пособие про бедности. Про бедность. Бэтфой, ровно все. Бэтфой, надо этот раунд брать кровь из носа. Он может его взять. Как мы видели, Карен тоже ошибки-то делает. Но Бэтфой надо брать этот раунд не из-за того, что Карен ошибки делает, а потому что Бэтфой надо тоже уметь играть. Круто. Сасуха пошла. Блин, Сасуха пошла. Ага, ну палку, успевает палку кинуть Бэтфой. Молодец. И опять, смотрите, как он закрывает проход для палки. Это что? Это что было вообще, Бэтфой? Нет, я этого так не оставлю. А хотя сейчас сжигает. А, погоди, это вы что, в будущее смотрят, что ли? Неужели темпоральные биткоин-фуги от Карена? Ага, Бэтфойл Бэтсон. Ты понял правильно мой план, говорит мальчик. Подожди, неужели Бэтфой это персонаж великого аниме, который выглядит молодо, но особо плелел тысячелетний вампир? Или десятитысячелетний вампир? Карен такой, да, это мои соперники, мои противники. Всю жизнь, говорит, но я сейчас уже стар бороться против вампиров. Знаете, как во всех вампирских сагах, там прочее, есть такой, типа старый парень, который борется против вампиров уже, там, всю свою жизнь, уже 40 лет, 20 лет, вот он борется. И сейчас он уже уходит на покой, а вампир все так же молодой. Он говорит, старик, я тебя переживу, там, типа, он же вампир. Ну, правильно, да, 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 говорит Карен, да, все-таки было. Мой дед, говорит, таким был. Ну, да, дед Карена, наверное, это про прадед Джозефа. Мы же знаем, что с Джозефом как-то там связан. Только не палить, да, Карен, нельзя этого палить. Бэтфой закидывает все фигурки. Ну, Бэтфой, все хорошо, сейчас ровно между ними, кстати, не так много очков, 20 тысяч. Видимо, рандом помогает, блин, у меня что-то под ногой, ребят. А что у меня тут под ногой, что лежит? Ох ты, а, это замок, замок для ящика стола. Ну, типа, противодетский, знаете, что-то там отвалился. Я чувствую носком на него наступаю. Думаю, что это там, господи, жуки уже построили свою колонию? Нет, это всего лишь замок. Человек пытается сейчас его на ощупь поставить. Наверное, вам не очень интересно. Но сюда, может, вставлю видео все-таки, как я это делаю. Потому что, ну, не так интересно, когда не видишь рассказывать, о чем вообще речь. Так, корень кидает палку. Нормально все, молодец. Это я так сказал, чтобы как-то немножко заполнить молчанием. Ну, более-менее ровно у господ сейчас все. Молодцы, 78%, кстати. Вот это что было? Отматывайте, что это было у Бэтфоя? Да, говорит, да, корень, да, ошибайся, ошибайся. Бэтфой зачем? Одна ошибка всего лишь, вы видели? Одна ошибка в движении фигурки. Он раньше нажал кнопку вправо. То есть он думал, что фигурка уже закрепилась. И нажал вправо, чтобы следующую фигуру двигать. Он же смотрит, какая следующая фигура. Он нажал вправо. И сдвинул ту, которая еще не поставилась, как бы не приклеилась. Ну, говорит, корень, все-таки было. Корень, ну, понятно, что так и было. Я же рассказываю. Ты что, я думал, я сейчас первый раз, что ли, Тетрис смотрю? Ну, я видел уже Тетрис, да. Ну, смотри, Бэтфой немножко запаздывает. Он вынужден был сжигать по одной, двум, трем линиям ради того, чтобы убрать свои черные точки. Сейчас палки начинают накидывать, брать все те же Тетрисы, что Карел уже брал. То есть он идет из дефицита. 69% у него Тетрис рейд. Ну, кто-нибудь улыбнется, что 69, типа, цифра нет? Никто ничего, да, видимо. Да, говорит. Ну, спасибо, Карел, хоть из вежливости кивнул, но, видимо, Бэтфой не до шуток, хотя он, в общем-то, в этом возрасте, чтобы от 69 немножечко улыбнуться. Ну, так вот, у него 69% Тетрисов, а у Карена 79% выше, потому что он ошибок никаких не совершал. Ему не манено по одной линии сжигать, понимаете, из-за того, что у него накидано там непонятно как. Возможно, вот Карен, по его японской аккуратности, все аккуратно в комнате складывает. Носки там в квадратики все складывает, футболки в треугольнички или что там. А Бэтфой все раскидывает, приходит домой, все туда покидал, это покидал. Знаете, как в Америке вот эта их фишка? Я не очень понимаю, но она не везде, кстати, не везде. Это не то, что у всех американцев, но, знаете, они в обуви ходят по дому. То есть ты с улицы в кроссовках пришел и так проходишь дальше. В комнату сел, второй этаж поднимаешься. А Бэтфой такой, ну зато у меня есть второй этаж, мазафака бич. А ты на каком живешь? На шестнадцатом в квартире-студии в Муравейнике, да? Ну-ну-ну, ну и ходи тогда в носках, там у себя все подметай, мазафака бич. А у меня дом, ну да, здесь чувствуется немножечко бомболило у меня, возможно, да, от жизненных ситуаций. Ну и что, ребят, где родился, там и сгодился, так сказать, я поэтому вот на русском языке и с вами пытаюсь скоротать этот досуг. Кто-то, наверное, пришел с работы, кто-то пришел с учебы. Ну, ребят, пишите, если что, в комментариях, кто где пришел, кто как смотрит, кто как использует мои видео в качестве досуга, когда кушает или пока едет в транспорте. Тоже про это пишите. Давайте расскажем друг другу историю из жизни. И рандомный комментарий под этим видео заберет ключ Outer Worlds, новая RPG создателей Fallout и Vegas. Я у нее поиграл, отличная игра, отличный вид из глаз. И, кстати, вот этот рандомный комментарий, как розыгрыш там будет? Я просто под ним, в общем, оставлю ответ, типа, вы победили, напишите e-mail, напишите e-mail, я туда вам ключ скину. Все просто. Таким образом подтверждение личности будет. Так, у Карелла проблемы, подожди. Но Карелла успевает, успевает разобрать. Джунглевая скорость, между ними разы 8-3. Ой, Бэтфой закрыл, закрыл проход для палки. Одна ошибка Бэтфой опять стоила. Бэтфой, тебе нужно учиться ждать. Бэтфой, он не учится ждать, пока фигурка прилипнет. Все, Карелл в финале, он победил. Будет биться против Джозефа, жмет руку Бэтфой, говорит, молодец парень. Очень грамотно сыграл. Смотрите, насколько рад Карелл впервые. Наконец-то его карьера пришла к этому, он попал в финал. Да, Бородак, кстати, до сих пор не верит в это. Они аплодируют. Че аплодируют? Ну, хорошо, аплодируют. Даже специально приглашен Незвест, да, с волосами в кепке. Тоже аплодируют Бэтфой. Но все-таки надо парня поддержать. Очень хорошо играл, молодец, но стеснялся. Вы проходите в финал. Вопрос, можете ли вы дунуть? Да шутка, ребят. I can do it. Да, наконец-то, как я рад. Карелл, 42 гола. Мега символ гипертаппинга и тетриса. Сониковая полотенчика. Он, кстати, Алексей Пожитов, создатель тетриса, ему аплодирует. Блин, ну как же Джонас? Ну, Джонас поднимется, возможно, в 2020 году, ребят. Латина уже ждет Карена. Но она ждет результата финала. В следующем видео, ребят, финал Джозеф против Карена, 2019 Тетрис. Надеюсь, вам понравились эти полчаса. Вы провели их с удовольствием. Спасибо вам за внимание. Добра, любви, здоровья и процветания. До свидания.